странный вопрос друзья здравствуйте задали мне тут и я задумался вопрос этот название нашего видео всем ли нужно эмигрировать и эмигрировать да то есть туда и не тривиальная постановка вопросов вообще тут знаете зависит от того разговариваете ли вы с теми кто уже тут или с теми кто еще там и вот те которые тут вот я от лица тех которые тут могу рассказать что если вы начнете так опрашивать вот тех кто уже тут они вам скажут что не только не нужно всем сюда они вам скажут положа руку на сердце что существенную часть тех которые уже тут надо было бы отправить обратно причем это разные группы тут тоже мы мы неоднородные то есть есть группы которые говорят что надо тех которые уже тут отправить туда а те группы которые они думают что надо отправить туда говорят что надо вот этих бы отправить туда давайте то есть как бы для человека который живет тут вопрос такой нужно ли нам еще вот этих которых давно пора отправить туда ну безусловно есть такие иммигранты тут которые мы в принципе говорю вот вот этих бы до этих бы действительно надо было бы побольше вот таких вот таких но процесс этот никто не регулирует и он как-то так происходит точнее он регулируется но не по этим признакам да то есть вот допустим когда человеку делают green card потом гражданством получает по ну сначала green card скажем по работе вот он приехал он там поработал ему работодатель подал на green card и так далее так далее и мы не знаем так сказать политических взглядов этого человека может быть он допустим всю жизнь был сторонником там каких-нибудь крайних террористических организаций мы этого не знаем ну то есть мало ли что но что мы знаем мы знаем что вот он проработал там на приличной работе получал хорошую зарплату работать работодатель говорит что он так сказать нужен ему вот его раз green card понимаете да то есть система не построена так иммиграционная чтобы отбирать людей потому что они хорошие там скажем граждане что они мирно настроены и так далее так больше вот например ну по разным критериям конечно где по работе где например беженец то есть он может быть там вот скажем как наша волна эмиграции вроде бы беженцы от коммунистического режима а потом выясняется что в общем то не то что сам режим их огорчал а вот они например возмущались что им не давали принять акт такое по-настоящему активное участие так сказать в совершенствование этого режима на разных должностях вот там дискриминировали скажем они бы с радостью участвовали но вот их дискриминировали и не давали им возможность проявить себя в режиме понимать это по-всякому значит теперь если мы перейдем на ту сторону и спросим себя вот мы живем где живем то есть на где украине киргизии там российской федерации может тоже люди живут и вот человек спрашивает себя должен ли я эмигрировать вот потому что это вопрос который как бы ко всем до нас все ли люди должны эмигрировать может не все опять те люди которые там живут скажет вот этому пусть лучше едет куда-нибудь чем он тут будет вот у нас тут это самое гадить и гадить и гадить тут понимаешь вот и тогда пусть лучшего уезжает в америку там все такие гады вот тоже тоже зависит но что касается себя лично да то есть вот живет человек и думает не поехать ли бы мне куда-нибудь лично но самое главное друзья это чтобы не уехать сразу всем понимаете потому что если вы увидите сразу все вы тогда мало того что вы то место испортить и куда поедете но никакого смысла нет тогда уже есть смысл оставаться потому что чё же зачем же уезжать если ничего не изменится на сразу всем туда раз все ли должны уехать не дай бог не дай бог сейчас все уедут уже все начнет и там и тут вот должна быть задача которую ты решаешь то есть безусловно не бывает так вот родился и не пригодился вот не пригодился где родился но никак тени не получать и люди вообще всегда двигались обратите внимание что движение всегда происходило люди ехали с востока на запад осваивали дальний восток сибирь вот там безземельные крестьяне с украины в частности вот вот этот последний клапан реформа начало девятисотых годов столыпинская когда безземельным крестьянам давали землю сколько хочешь там ее да в сибири люди ехали туда а многие ехали наоборот из села там в райцентр из райцентра в областной центр из областного республиканский все люди всегда ехали в москву и град петербург там и так далее за какими-то возможностями которых не было дома поэтому движение людей всегда было это то почему наша планета вообще заселена иначе бы человечество продолжало жить там где когда-то она возникла вот но так получилось в силу я бы сказал болезненного восприятия иммиграции большевиками надо сказать что коммунисты очень болезненно относились к тому что люди от них драпали куда-то и вот они так даже такие тезисы вот скажем коммунистов не любишь родину не любишь понимаете и вот это вот люди уезжавшие из россии советского союза то время они рассматривались как враги они предали они предали высокие идеалы наши большевистские скрепы и так далее вот они променяли значит ценность нашего гулага на какие-то там непонятные буржуазные лживые так сказать ценности поэтому мысль о том что вот человек который уехал за границу куда-то это типа предатель какой-то вот это присутствует присутствует потому что ну вот сами понимаете недалеко ушло до не во времени не искать вот тут поэтому как можно уехать вот родину предал пивайте а вообще люди все время куда-то ехали и никогда не возникало такого знаете может быть нам всем сняться сейчас всем селом снимемся уедем в москву или снимемся всей губернии куда-нибудь все уедем такого никогда не было были такие более активные заводные пацаны там которые норовили куда-то вот куда-то поехать где есть дополнительная возможность остальные люди себе жили никого не трогали и закончу нашу историю анекдотом знаете они тут такой поймай поймали белые василия и говорят все пассива сейчас мы тебя повесим а шкуру твою натянем на барабан кожу так что давай последнее желание есть нет счета там он вот есть ведь последнее желание дайте мне гвоздь побольше ну гвоздь и гвоздь принесли ему гость хороший большой серьезный гость вот вы взял он гвоздь этот вот гвоздь и вот вам барабан вот вам барабан вот вам барабан к чему я рассказываю анекдот вы можете если вам обрыдло если у вас протест если вы не любите вот эти кто у вас там путин и зеленский и там и все такое вот вы можете им отомстить вы можете уехать в эмиграцию давайте и отомстить вот вам пригодился вот вам да где родился пригодил вот вам где родился, пригодился. Вот вам, где родился, пригодился. И уехал в эмиграцию. И я хочу сказать, что в отличие от Василия Ивановича, у вас, в принципе, путь более светлый, конечно, чем гвоздем для себя. Так что, друзья, думайте. Потому что вопрос сложный, вопрос тяжелый. Но еще раз повторяю, главное не сняться всем вместе. Потому что если все вместе поедете, хана. То есть, лучше тогда вообще никуда не ехать. Счастливо!